Канобу.ру представляет Что в отличие от Игоря Слава меньше разговаривает Вот ты хитрый, а? Да, но факт Остается фактом, что Передача теперь Изменилась, как можете это видеть И формат у нас следующий Мы долго думали, как же вернуть в эфир И собирались там по понедельникам У нас постоянные летучки, когда мы обсуждаем Какие-то релизы, какие-то грядущие события И прочее Так вот оно! Зачем что-то придумывать Когда можем вас приглашать на наши Редакционные летучки, совещания Когда мы вот не выспавшиеся, как Вячеслав В 10 утра, вот такими глазами Но тем не менее пытаемся как-то войти В ритм вот этой недели Игровой, и поэтому Давайте как бы здесь вместе собираться Вместе с вами, определять, что будем брать Что не будем брать Какую рецензию давать Вячеславу, чтобы он написал Никакую Потому что все остальные Все остальные еще не пришли Игорь, Владимир, какие-то гости Все остальные Они будут здесь появляться Безусловно У нас теперь нет какого-то такого четкого формата Формат теперь свободный Летом будем на лавочке В магазине, в метро Где угодно Главная фишка это в том Что мы встречаемся в понедельник Вместе с вами Определяем релизы А в пятницу В Кенбелайве Посыпаем голову пеплом И такие Ой, ну и насоветовали мы вам дерьмица Да-да-да Так что опасна у нас работа Виктор вообще опасна Ну и ответственности теперь больше Теперь за каждый релиз будем отчитываться в пятницу Ну что, пришло время начать этот позор О боже И первая игра, на которую стоит обратить внимание на этой неделе Которая выходит 2 апреля Это Defiance Или Defiance Как говорили по-английски Уел Уел, Вячеслав Что за игра-то Получает балл в этой программе И подзатыльник после Самый умный А что за игра? Игра Так сразу ее не определишь Во-первых, обрати внимание на кадры позади меня Так, какой-то фильм Дешевый, судя по всему Дешевый фильм Да, очень интересно пока Дешевый сериал Это игра Которая выйдет одновременно вместе с сериалом Сама игра по себе это онлайновый шутер То есть события из игры будут влиять непосредственно на сюжет и сценарий сериала Который стартует 12 апреля На бюджет, правда, не будет менять То есть через 10 дней Согласен, что в принципе все постапокалиптические сценарии, игры, фильмы Они в целом как будто сняты на помойке И вот, к сожалению, сама видеоигра Она повествует о трудной борьбе бомжей против уродов Или иначе говоря, людей постапокалиптического мира Против мутантов Да, если говорить политкорректно Но, по сути, я разницы между бомжами и этими уродами не вижу И вот, Слав, ты за кого бы стал играть, будет такой выбор Слушай, знаешь, меня часто об этом спрашивают люди Но я всегда затруднялся Наверное, все-таки за бомжей Потому что они как-то честнее Человечные Да, поэтому за бомжей Хорошо, я тогда попробую за мутантов Но это обойдется нам и вам Не дешево Игра требует с пользователей ПК 900 рублей С пользователей консолей 1900 Кстати, обратите внимание Многопользовательский шутер Причем с открытым миром для консолей Что, в принципе, редкое явление И, по сути... Насколько я помню, только цифровая версия На дисках ее не будет Еще как будет А, будет? Будет, естественно И, по сути, это явление ММО-игр Одно из маленьких шажочков ММО-игр для консолей Игра не требует подписки То есть вы купили и начинаете в нее играть Но, естественно, там будет и премиум-аккаунты Будут ДЛЦ Купи суперпушку Повелители Пустоша Купи... А новые лохмоти для бомжей можно Вот это просто... Новые свэг-лохмоти для бомжей Да, и все такое прочее Сама идея взаимодействия игры и сериала Ты знаешь, мне кажется, в принципе, прикольной идеей Серьезно? Нет Но, тем не менее, мы попробуем эту штуковину Значит, знакомьтесь, бомж-мутант И в пятницу попробуем вам рассказать, каково это было Ну да Ну, в общем, Витя попробует А я, как говорили в сериале «Соус Парк» Не прикоснусь к этому пятиметровой палкой Ну, а теперь Виктор наконец-то помолчит Потому что it's Nintendo time Ну, более-менее На этой неделе выйдет новая... Извините Не то Выйдет для Xbox 360 и PS3 игра Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Ninja Gaiden 3 Как много в этом звуке для меня Играя с 90-х Играя каким-то волшебным образом преследует меня Все эти годы В прошлом выпуске Кенбеллаев должна была быть трансляция Хорошо, расскажи мне, чем отличается Ninja Gaiden 3? Вот этот вот от игры нашего детства Ну, в общем, если вы знаете... Тем более Razor Edge Да, это важно Это как будто, знаешь, как букву Е поставят в конце Такой БРС Короче... Или твердый знак Да-да-да В общем, когда вышла Ninja Gaiden 3 осенью прошлого года Все просто повалились со смеху Закрывали глаза, потому что игра была ужасная Возможно, потому что прыщавый руководитель Таманобу и Тагаки покинул студию Team Ninja После этого они как-то собрались И решили сделать такую enhanced edition, да? Как это принято сейчас говорить Они перелопатили все Они улучшили графику Добавили расчленку кровь Изменили уровни Новое оружие Новый персонаж Кооперативный режим И еще Переделали боевую систему Вы представляете? В слэшере А это слэшер В слэшере Переделали боевую систему Слышишь? Да-да, я смотрю Я играю Боевую систему Ниндзя Голым ниндзя Класс Почему он голый? Ну, потому что он ниндзя Нет, потому что это Ninja Gaiden Понятно Потому что это Razor's Edge Вот, почему? Так Ну вот Мы играем сейчас для Wii U Но на самом деле игра вышла для Xbox 360 и PS3 Вот, собственно, вот для этого У нас Ninja Gaiden для PS3 Мне кажется, что в этом числе Мне было бы удобнее играть Чем вот на этом телевизоре маленьком Ну да, игра стоит 1900 рублей Выходит в конце этой недели И я бы на самом деле порекомендовал Вот Ninja Gaiden 3 полный шлаг А Razor's Edge, дополненная версия Она действительно лучше Игра, ну, примерно на 8.5 Или на 7.5 не хватает стелс и головоломок Витя, ты что-то заигрался Да Скажи шутку Шутку скажи А я поиграю Шутку... Да какую шутку можно говорить Когда Слава опять начинает вот этот свой пиар Nintendo Как будто ему занесли три чемодана Какой Nintendo? Вот на, играй в свой, не знаю, Halo, блин Тобой управлять Да, конечно Слав, ты цену сказал нам? Да, 1900 рублей Обычная цена для переиздания То есть люди, которые купили третью часть Им нужно заплатить сейчас второй раз Для того, чтобы купить, знаете, исправленное издание Мне кажется, что было бы справедливей Если бы все купившие простую третью часть Получили бы вот это издание Бесплатно На этом все Отнесите мои слова в банк Скажи, Слава А ты прошел биошок? Ооо, не-не-не-не-не-не-не Ну понятно Спойлеры нет, чувак, нет, нет. Да какие спойлеры? Я останусь теперь с теми, кто прошел, ну или те, кто проходит, и вы-то меня понимаете, что на самом деле Биошок не дает никаких ответов. Спойлеры, не спойлеры, какие-то сюжетные перипетии, они вам не рассказывают абсолютно ничего, и наоборот, загоняют вас в какие-то там дебри, вы начинаете додумывать, и в итоге сражаетесь уже с самим собой в голове. Где правда, где вымысел, вообще ничего не понятно. И сейчас в сети идет просто бурное обсуждение того, что же мы увидели и что же хотел сказать Кен Левин своим произведениям. Я так понимаю, что сотрудники компании Rational Games и, собственно, сам Кен Левин также задумались, а правильно ли мы вот так вот все накрутили. И если оставить пользователей наедине со своими фантазиями, в итоге мы получим какую-нибудь очередную теорию одурманивания, как это было с Mass Effect 3. Поэтому на этой неделе выходит DLC с названием Columbia Secrets, где разработчики решили рассказать большую часть вот тайн Колумбии. И... Элизабет, мужчина гей! И чтобы вот этого на самом деле всего не было, чтобы расставить все точки над «и», и выходит вот это дополнение. Слав, можешь снимать. Ты закончил? Да. Наконец-то, блин, я еще не начал даже играть в этот Биошок, блин. Вот, я рассказал про ту самую DLC, которая выйдет в эту пятницу, и она будет совершенно бесплатным для того, чтобы закончить наконец-то вот эти войны, кто прав, кто виноват, есть ли там отсылки к религии, нет ли там отсылок к религии. А, класс. И является ли вот эта птица твоим дедом. А, окей, то есть они наконец-то добавят гонки, да? Блин, я очень хотел. Класс, я Rational Games люблю их. А, это шутка пьяного, не шутки. Подведем кое-какие итоги сказанного и услышанного, Вячеслав. Или не услышанного. Поиграю в астролога. Для вас эта неделя будет спокойной, ваши кошельки, скорее всего, останутся нетронутыми, и советую вам уделить время тем релизам, которые вы приобрели в предыдущие дни. Ну, то, что касается меня лично, я так и намерен поступить. Ничего на этой неделе приобретать, скорее всего, не буду. Defines постараюсь отжать у партнеров бесплатно. Или, в конце концов, забить. Что-нибудь рассказать мы вам обязательно найдем. Или найдем специалиста. И эту неделю посвящу переосмыслению Биошока. Ну, или, наверное, посмотрю релизы, которые у меня остались нетронутыми еще с декабря-января. Ну, окей, а я бы все-таки порекомендовал Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Последние два слова очень важны. Не купите оригинальную версию. Потому что это, на самом деле, хорошая переработанная версия отличного слэшера. И если, тем более, если у вас не было оригинальной, то можно смело покупать переиздание. И вот эта вот гоночная DLC для Биошока, если я тебя правильно услышал, тоже классная, только дорогое. Ну, вот, собственно, мои два выбора. Увидимся уже в эту пятницу в Can Be Live, где мы разберем какие-то косяки, или там то, что мы сказали, или о чем, наоборот, не упомянули, а это стало событием недели, какая-нибудь инди-игра, которая станет известна завтра. В общем, это был экспериментальный выпуск «Надо брать». Увидимся в пятницу в Can Be Live. Пока. Кстати, Вить, что это у тебя шнур, по которому у тебя шутки идут в тебя, что ли, или что? Я в следующий раз обрежу. Это как в Евангелионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова